Всем привет! Меня зовут Роман. Артур сегодня готовится к соревнованиям, поэтому сегодняшнюю тему раскрою для вас я. В наших соревнованиях падение это нормальная ситуация. После падения каждый пилот должен как можно быстрее встать и продолжить свою гонку. Но помешать этому могут травмы, поэтому надо тщательнее подходить к выбору экипировки, ведь от этого зависит не только ваш высокий результат, но и ваше здоровье. Если кто не в курсе, перчатки не делятся на мотоциклетные и скутерные. Мотоциклетные перчатки делятся на шоссейные и кроссовые. Сегодня мы рассмотрим мотоперчатки для шоссейных кольцевых гонок. Они сделаны из плотной кожи, армированные изнутри. Они укреплены противоударными пластинами и противостирательными вставками. Обязательные краги, которые предотвращают ваши руки от вывихов. Имеют противоскользящие элементы на ладонях и пальцах. Также имеют различную вентиляцию. Представленные на рынке образцы варьируются по цене и степени защиты. От бюджетных с легкой защитой до профессиональных, применяемых в мотоспорте. Бюджетные отличаются более дешевыми и непрочными материалами и малым количеством вставок. Перчатки более дорогого сегмента, скажем, Акито Спорт Макс или Нитро НГ-102 Про, отличаются качественным изготовлением и более прогрессивными и прочными материалами. В них широко применяются кевлар и карбон. Одним из признаков топовых перчаток могут являться скрепленные вместе мизинец и безымянный палец. Это делается для того, чтобы уменьшить травматичность мизинца, так как это самый уязвимый палец на руке. Протеударные вставки. Для них, как правило, используется карбон. Принцип напоминает работу рессоры. На схеме вы можете видеть направление удара и расположение руки. Верхний слой, крепкий слой, как раз сделан из карбона. По краям он скреплен с основным слоем перчаток. Между ними находится, как правило, воздух или поролон. На сегодня это все. Берегите ваши руки. Пока! Продолжение следует...